Просто человек, когда живет, он становится мудрее. С каждым годом жизни он становится мудрее, поэтому Бог так сделал, что испытаний все больше и больше ложится на человека со временем, чтобы он развивался. Для развития это делается. Моя хорошая, послушайте меня внимательно. Вы пережили очень тяжелые события, очень тяжелые. И вы это сделали с помощью веры. И эти события, на самом деле, являются сутью вашей жизни. Вот человек думает, что жизнь, это когда таких событий нет. Это его отношение к своей жизни. А Бог думает по-другому. Он думает, я тебе эту жизнь ради этих событий и дал, чтобы ты ко мне приблизилась. Вот ради этого вы родились на этот свет. Это боль. Это означает, вы не перестали верить людям. Это называется объем работы. То есть вы еще не сделали весь труд в сердце, который нужно сделать. Вы просто должны понять, что люди это не Бог, и через них действует судьба. Вы этого не понимаете до конца. Вы думаете, как же они такие жестокие. Мы те люди. А они могут быть любыми люди, потому что через них действует судьба. Мы должны понять, что люди беспомощные просто часто. Перед глупыми поступками они беспомощные часто бывают. Вы знаете, я поняла, что мы все славы. Да. И мы пришли сюда, и мы как бы... Вот моё мнение нахожество. Раз мы больше не видели, значит, мы поработаем. Но мы находимся в стадии... Нет, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Это ошибочное представление о себе. Я не о себе, а встанье о себе. Это ошибка. Да. Мы похожи на Бога. Мы можем быть очень могущественными, но Богом никогда не станем. Никогда не станем. Ни в будущем, ни в прошлом. Никогда. Неправильная философия. Эта философия проистекает от недостаточности. Вы думаете, что если я Богом не стану, тогда это несправедливо. Я сейчас вам объясню. В ведах описано, что ваше мышление ущербно. Там приводится такой пример, что, вот смотрите, допустим, если солнце любит маленькую искорку, и искорка любит солнце, кто от этого больше выгоды получает? Солнце или искорка? Ну вот и всё. Поэтому мы в более выгодном положении созданы. Бог нас создал больше счастливыми, чем Он Сам. Потому что мы можем любить Его и получать от этой любви бесконечно больше. И поэтому иногда Бог в этот мир приходит, как слуга Бога, чтобы почувствовать, как Бога любить. Правильно. Молодец. А может ты надеяться и дать людей помощи, как есть? Можно. Ну очень аккуратно. Можно верить людям, но аккуратно. Наблюдать, следить за людьми. Но всё происходит по-моему. И всё происходит через людей. Да, по-моему, через людей. Поэтому иногда можно верить. Надо наблюдать за людьми. Не надо надеяться на них. А верить можно, что они хорошие. Знаете, веды, как говорят, что у человека есть два способа восприять ситуацию в его жизни. Но ситуация всегда одна. Или человеку даются экзамены не слишком большие, и он воспринимает это как хорошую жизнь. Тебе спрашивают, как у тебя жизнь? Он говорит, нормально, у меня всё хорошо. Означает ему, что Бог даёт очень маленькие экзамены, небольшие. Или человеку даёт Бог экзамены очень большие. Тогда человек говорит, у меня жизнь ужасная. Ужасная, я не могу, у меня всё рушится. Всё тяжело. Теперь смотрите. Когда Бог даёт человеку большие экзамены, большой результат получается от них. Когда человеку Бог даёт небольшие экзамены, даёт, получается, небольшой результат. И по факту, веды говорят, самая лучшая часть жизни человека, это когда он сдаёт экзамен, то есть страдает, по-русски сказать, страдает. Это самое лучшее время жизни, потому что оно его приводит к знанию, как жить. Пока человек не страдает, ему не надо ничего изучать. Зачем? И всё нормально. Если он надламывается, не сдаёт, а надламывается, значит, будет сдавать потом дальше. Надлом означает капризы просто. Почему он надламывается? Ну, капризничает. Говорит, да не могу я так жить. Триняшки рвёт. Не поощряется. Если экзамен тебе дан какой-то, значит, точно ты так можешь жить. Просто не хочешь. Бунтуешь. Капризничаешь. За бунт придётся отвечать, да, болезнями там. Вы скажете, этот мир очень жестокий, какой-то строгий. Да, с одной стороны такой он. А с другой стороны, когда человек встаёт на путь отношений со святостью, чистой жизни, этот мир становится обителью удачи. Веды говорят, лотос удачи восходит в сердце этого человека. Смотрите, как он восходит. Появляются чистые, светлые друзья. Появляется чистый, светлый путь. Появляется наставник. Появляется другая жизнь совсем, понимаете? То есть лотос удачи восходит в сердце. И люди, которые не чувствуют этот лотос удачи, они думают, Олег Геннадьевич из Мурзилки какой-то такой, рисует солнышко красивое. Солнышко, лучистое, улыбнулось весело, потому что, мамочки, мы запели песенку. Вот. Нет, я не из Мурзилки, я просто знаю это, чувствую. У меня есть такие отношения возвышенные с людьми. Я знаю, что это другая жизнь. Там есть удача, там есть чувство опасности. Очень, когда человек чистой жизнью живёт, у него есть ощущение опасности, беды. Он может победить молитвой беду. У меня много раз в жизни это было, я на лекциях много раз об этом говорил. Другая жизнь совсем. С другой стороны, когда неправильно человек живёт, сковывается ситуация жизни всё хуже и хуже, и хуже, и тяжелее. И посмотрите, как живут люди в преступном мире. Да, по своим песням, можно по их песням это судить. И перо за это получи. Ну, это же вообще очень серьёзно, перо получить, понимаете? Это серьёзно. Перо означает нож. Это на их жаргоне. Нинка, это мент, я знаю точно. Там вообще очень жёсткие отношения, очень жёсткие. Можно погибнуть в секунду. Там, понимаете, смотрите, когда люди просто хотят развиваться в жизни, судьба как с ними действует? Она их напрягает, но не уничтожает, то есть она даёт им шанс. Ну, как бы люди живут вот внешними делами, как бы вещами, они хотят работать, квартиру там, чтобы у них всё классно было. То есть они вот этим балдежом, они верят в то, что этот мир предназначен для наслаждения. Поэтому они как бы стремятся к этому, развивают всё, и жизнь как-то она им даёт возможность. Но в какой-то момент всё равно всё это сгущается, потому что это же не цель жизни. И поэтому что происходит? Со временем, когда люди вот такой жизнью живут, у них напрягается судьба. Смотрите, как она напрягается. Есть признаки. Первое. Работать надо больше. Время свободного становится меньше. Отношения становятся суше. Мы уже не стремимся к отношениям, мы привыкли просто друг к другу. Всё. Дальше, следующий этап. Болезней становится больше. Жизнь становится тяжелее. И это всё признаки того, что судьба тебе говорит, уже хватит, пора думать башкой. Что дальше делать? Иначе будут проблемы. Человек не хочет, он думает, у меня всё нормально, у меня всё нормально. Вот такая жизнь называется жизнь страсти. Человек всё время себя успокаивает с помощью телевизоров, фильмов, с помощью того, что все так живут. Он успокаивает, у меня всё нормально, у меня всё нормально. Потом бац, жена ушла. Уже ненормально. Ребёнок стал наркоманом или ещё что-нибудь. Почему это всё происходит? Потому что судьба показывает, хватит дурью маяться. Давай начинать цель человеческой жизни осуществлять. Цель человеческой жизни – понять, что жизнь предназначена для вот этого чистого, светлого. Я должен светлую память иметь о близком человеке, а не то, что он такой вот плохой, я всё о нём знаю. Ничего ты о нём не знаешь, он душа на самом деле. Учись светлую память культивировать о нём. Учись культивировать в своём сердце чистоту к людям. Учись понять, что есть святые люди возвышенные, не такие, как ты, лучше. Люди в основном этого не понимают. Они думают, ну, примерно такой же, как я, а другой человек. Нет. Есть очень чистые возвышенные люди. Где они есть? На иконах? Нет. Вот здесь прямо в жизни есть. Веды говорят, что сначала человек начинает поклоняться тем, кто на иконах. Он знает, что есть возвышенные, жили когда-то давно. Он начинает им поклоняться, святость приближается к его жизни. Он лучше понимает душу. Начать святость приближается к жизни. Что происходит дальше? Он начинает ближе воспринимать, что есть святые, ближе к нему. Потом начинает понимать, что на земле кто-то из святых людей живёт. Он начинает понимать этого человека, общаться с ним. Может быть, на расстоянии. Потом дальше он понимает, что святые люди на самом деле не только там где-то, а те даже, которые стремятся к святости. Это тоже очень возвышенные люди. И он начинает чистоту видеть в людях, которые стремятся к святости. Он начинает иметь наставника уже из своего круга людей. Так как он принял такой постулат в своей жизни, у него появляется круг общения уже среди возвышенных людей. Потому что люди, которые стремятся к духовному, они так живут. У них у каждого есть наставники, и они относятся друг к другу очень с большим уважением духовным. Это правило, по которому надо жить в этом кругу людей. Некоторые не выполняют этого правила, начинают видеть недостатки в таких людях и уходят из этого круга потом, из духовного. Потом они опять думают, есть какие-то более возвышенные люди, я буду с ними общаться, ищут. Другой круг духовный находят, может быть, другой веры. Начинают опять общаться. Если он к культуру отношений установит, что надо смотреть в людях в этих чистоту, а не недостатки искать. А чтобы видеть чистоту, надо им служить. Надо заботиться о них, бескорыстно это все делать. Тогда человек постепенно, который встает на этот путь, начинает все больше чистоты в людях видеть, и наступает момент, когда он становится зрелым духовно. Что значит зрелым? Начинает видеть чистоту в равных себе. Он людей, которые занимаются духовным правом, на равных находят с ним, считает лучше, чем себя. Смотрите, интересный момент, что все люди в основном не могут видеть грехи в своем сердце. Почему? Потому что сознание сильно направлено вовне. Что значит не могут видеть грехи? Они себя считают хорошим, такие люди. Но люди, которые серьезно духовно развиваться, начинают постепенно, они начинают считать, что тот вот человек рядом со мной лучше, а я хуже. Это не потому происходит, что он стал шизофреником. Нет, это происходит потому, что он начал видеть в своем сердце грехи. Чем больше духовный человек развивается, тем больше он грехи в своем сердце видит, и тем больше он себя считает хуже других людей. Но это при этом, вы сразу скажете, ага, значит у него чувство собственного достоинства становится плохим. Нет, вы ошибаетесь. Его чувство собственного достоинства становится совершенным. Потому что достоин только тот, кто ценит других. Понимаете, оно может по-разному работать. Несовершенное чувство собственного достоинства. Я себя ценю сильно, других очень слабо. Можно ли себя ценить сильно и других одновременно? Нет. Или ты других сильно ценишь себя слабо? У тебя внутреннее сознание работает внутрь. Или ты себя сильно ценишь, других слабо? Тогда сознание работает наручь. Два варианта. Так кто такой святой человек? Он себя ценит очень, ну как бы как ценит. Он ценит свою духовную жизнь, но знает, что у него много грехов, и поэтому люди, которым он видит, что они очень духовные, а плохое он в них смотреть не хочет, он любит их больше, чем просто отношение к себе. У него отношение к жизни – это отношение к другим. То есть он хочет служить другим людям, любит их, заботится о них и о себе забывает. Это означает очень возвышенная личность. Это нельзя имитировать состояние. Большинство из нас, 99%, включая меня, мы больше заботимся о себе, о своем благе, считаем себя хорошими. Это означает недоразвитость. Вы скажете, а как считать вообще жить с таким чувством, что ты греховный? Точно так же, как с объемом работы. Вот, допустим, у тебя есть, ты должен помыть пол, в квартире грязный пол. Как жить с этим? Нормально? Если ты привык мыть пол, то нормально ты живешь с этим. Мышь, мышку. Мышь, мышка.